Это, по-моему, не музыка, это то, что в голове сейчас творится у команды Invasion. Такой жесточайший развал ей только что устроили. Ну что, возвращаемся к доте. Возвращаемся к третьему матчу. Противостояние между TNC и Invasion и Sports. Фавориты, явные фавориты этого матча. Invasion и Sports вторую катку сливают просто с диким треском Ашуша заложила. И там не кто-то, а там Mipo. Mipo развалил всю команду и первым баном Invasion и Sports именита. Действительно именитая, но на фоне TNC так очень именитая команда. Первым баном отправляет Mipo погулять. Ну тут Undying есть у TNC дота. Нестандартными решили заковырять команду Invasion и Sports. Один раз получилось. Посмотрим, что будет с Undying и кто у нас будет Undying. То ли это Undying в сложную, то ли это Undying в сложную. Других вариантов нет. Вайпер в мид. Фантом Лансер с Дазлом. Думаю с Дазлом, хотя нет, наверное с Вич Доктором у нас будет фармить. Ну а Undying с Дазлом отправится в сложную. И вот теперь дикая дикость. Что делать в команде Invasion и Sports? Обычными ребятами как сражаться против нестандартных ребят. Вайпер тоже не частый гость, кстати, в доте. Ну, персонаж легко реализуемый. Не очень легко контримый. В принципе, вайпер колючий со всех сторон. Через тот же Коррозив скин, через поизон атак. Мид стоит великолепно. Там и снайперу, и к вайпе можно рассказать. Но, 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 наличие Undying уже меняет все. Брюмастер для Invasion и Sports. Вот так вот, поняли, что бёрдс дэмэджа, видимо, будет много. Ну, не бёрдс дэмэджа, а такого полубёрдс дэмэджа. Undying будет долго и упорно ковырять. Кстати, СМХ отыграл у нас два матча на Нейчис Профити. Теперь пошел по полнейшему хардкору и будет играть на Undying. Хорошо, ну, по этому пику топлю за ТНС вообще как сумасшедший. Очень нравится мне то, что они сделали во второй карте. Если в данной игре не обязательно сделают то, что они сделали в прошлой. Но хотя бы будет попытка, это уже будет хорошо. Boots of Speed, Танго и СМХ отправляются в сложную все-таки на Undying. Сразу же идут на топ. В пятером игроки команды ТНС. Отстает здесь только бедняга Даззл 305 MoveSpeed. Да, ребята, подождите, подождите, подождите. Но здесь 290 у Фандом Лансера. Должен догонять. Даззл быстрее Лансера бегает. Даже как-то немножко странно. Самый крутой у нас Агильщик вообще за всю историю. По-моему, до сих пор самый крутой прирост Агилити у него. Роджи здесь. Блин, качай. Никто тебя не выпустит отсюда. Не качает пока ничего у нас Роджи. Или Роджи вкачал. Нет, ничего он не вкачал. Я уже испугался, что плюс один это вкачанные плюсики. Вот это было бы весело. Ну и все, отогнали отсюда Квапу. Роджи, как я понимаю, отправится в мид. Или WTF на снайпере. Но опять стандартный пик Queen of Pain и снайпера. И кто куда отправится. Ну, думаю, Роджи отправится на топ. Ancient Operation тут саппортить будет. У нас Queen of Pain на миде. Стоит WTF. Ну и... А ДТР тоже, наверное, отправится на топ. Гёста оставят в соло на Брюмастере. Тихина, Фантом Лансере. Забирает руну на топе. И низ отходит все-таки для команды Invasion. Seven вместе с Undying. Dazzle и Witch Doctor. Здесь... Ой, Dazzle и Witch Doctor. Undying и Witch Doctor. Dazzle отправляется вниз. Под Вайпера. Фантом Лансер в миде. Сюда вообще подошел. Что творит команда TNC по ланцеру? В прошлый раз Mipot в соло изуродовал SF. И потом всю команду Invasion и Sports. Что сейчас будет, я толком не могу сказать. Там я тоже на Mipo не ставил бы в миде. Но здесь... Ситуация более чем веселая. Это точно. Фантом Лансер в соло на миде. Никакого саппорта близко даже нет. Dazzle на свайпером. Будут всячески гнобить Брюмастера и стараться отложить его 6-й левел. А уж тем более даггер до 58-й минуты. Seven. Каски вкачал в один. Семейдж фармит. Undying тут может всю игру, в принципе, разнести. Роджи на low HP. Выходит у нас на Seven. Каски. Каски полетели у нас в Vengeful Spirit. Но Seven, скорее всего, отъезжает. Еще один удар. First Blood. Да, и здесь Undying'а гоняют. Будут блочить, будут стопить. Но лучше бы не драться у нас Undying'у. Так-то, в принципе, его не заковыряют. Но где-то раскайтить могут. Три рейнджевых героя и один милишник Undying. Проблемы могли бы быть. Да, Seven наслили. Лайн вроде бы казался выигранным. Там Квапа терпела, 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 терпела. Но пришла Даблайз саппортов. И на место поставили у нас всю команду TNC. 0-1. Invasion впереди. Poison Touch у нас. Полетел по Brumaster. Здесь Poison Attack вкачан ли? Нет, Gnoji... Ну, второй левел сейчас ждем и посмотрим. Да, Poison Attack вкачан. Харасить будут постоянно Brumaster. Всем чем только можно. Тихие. Пошел гнать снайпера. Через иллюзии, в общем-то, так. Отковырялся немножко и... Ничего особенного. Тихие через Орпов вином. Чтобы иллюзии нормально стопили и не давали жизни снайперу вообще никаким образом. По чуть-чуть, по копеечке, но делают. Винга выходит у нас на мид-лейн. ДТР решил забрать, как я понимаю, Курьера. Курьер тихий не нужен. У него ничего пока для Курьера не имеется. Phantom Lancer, в общем-то, 550 на руках имеет. Будет ли Боттл вообще на ПЛ? Наверное, не обязательно. Ну и AU на подсейв пришел. ИЮ прошлую игру на Мипо просто изувечил команду Invasion. Почему сейчас не дали ему фармящего героя? Ну, по составчику, по-моему, ТНС очень крутые, ребята. Тут абсолютно универсальные игроки. Какая-то серьезная Пап Дота, но Пап Дота с приличным ММР, хочу вам сказать. ММР поприличнее, чем у большинства СНГ команд, по-моему, здесь будет. Винга уходит, в это время Курьер прилетает и приносит тихий Боттл. Ну и что, что Фантом Лансер? Главное, что на миде. Боттл так Боттл. ПЛ с Боттлом, ПЛ с Орпом Вином, ну и Пурмен Шилд. С Мэджи тут единственное, по чем страдает, это по мане. Каски в Роджи, Роджи уходит. Здесь огромные хороводы крипов у нас вводит команда. Инвейжн. Винга в это время собирает пачки крипов. А для кого? Для кого эти спауны? Кто их будет забирать? Квапа разве что может забрать через Scream of Pain. Ну, тоже сомнительные дельцы. В одну сторону кричу, в другую бью. Ну-ка, кричи. Ну-ка, на Арина крипов, пусть выйдут. Ну, сделала даблспаун у нас Винга. ДТР пока вообще не фармит. Ноль крипов. Один ассист только за всю игру. 4 минуты и 11 секунд уже сыграли. Севен. В инвизе. Каски второго левела. Маледикт первого. Просто надо подойти сюда WTF. У WTF здесь умрет. Тихий заберет его без вопросов. Ну, все. Дазл отсюда уходит. Значит, можно в WTF подойти поближе. Ну, понятно же. Ну, ничего страшного не произойдет. Просто подходи. Полетели каски. Полетел ланс. Poison Touch. Дотянется ли? Да, дотягивается. Все. WTF здесь забирают. Тихий успеет ли убить? Да, успевает. Доппельгангер здесь очень крутой артефакт. Еще и... По-моему, стан прошел у нас в иллюзию. Ну, на всякий случай давал у нас ДТР стан. Стан оказался бесполезным. Хорошо. TNC начинают выравнивать игру. Боттл есть. Тысяча сверху для Phantom Lancer. Ну, тут должны Power Threads прилететь, как я понимаю. А будет Курьера банку туда-сюда гоняет. У нас мидер команды TNC правильно делает. В принципе, вокруг него вся игра в ЛАИТе будет строиться. Так что мид проваливать ни в коем случае нельзя. И мид, и начальный этап игры на какой линии бы ПЛ не стоял. По фарму Квапа на первом месте 29 на 11. На втором Phantom Lancer 23 на 10. И Снайпер 21 на 2. Разница небольшая, но ПЛ в любом случае фармит получше. А так быть не должно было. Все-таки Снайпер очень рейнджевой герой. А ПЛ у нас милишник. Ну и милишник не самый крепкий. Рейсбен появляется в Тихии. Появляется тапок. Уже начальные артефакты для жизни, для деятельности, для всего по чуть-чуть имеются. Еще и контроль руны здесь за ПЛом. Внизу что у нас там появляется. Внизу появляется руна Иллюзий. Ну и пополняет банку себе Phantom Lancer на топе. 27 на 11. Где Снайпер? WTIF возвращается. Фейсбут Си себе купил. Фейсбут Си от Ланса не спасает. Для демеджа это неплохо. Для того, чтобы дамажить тоже. Ну, для того, чтобы гонять просто и харасить мидера тоже неплохо. Но... УПЛ не проседает у нас практически по мане. Ланс по сколько здесь уже бьет? По... Да по сколько же бьет этот Ланс? Вот по 350 уже бьет Ланс. Все, пошел за WTIF. Доппельгангер есть. Станы выйдет. Да, Станы выйдет. WTIF'а должен разваливать. Нет, только Иллюзию отправил. Сам Тихий отсюда отходит. Недалеко у нас Дазл. В это время гонят у нас Икса. Икса развалили. Тамбу поставили. Огромное количество мумий у нас гонится за Квапой. Ну и убегает отсюда Роджа. Ну что? Загнобили сложные игроки. Команды Тинси. 2-1 идут. По золоту должны выигрывать. Выходят вперед. На немножко, но выходят. По экспириенсу пока Инвейджин впереди. По Т2 пошли уже. Тихий бежать отсюда как можно быстрее. Но этот Доппельгангер очень имбовый. Ничего с ним не поделаешь. Но убили снайпера в итоге. На миде. Кстати, забрал ли ПЛ? 2-0. Все правильно. ПЛ забрал у нас еще и снайпера. Да, Инвейджин, конечно, тут нашла коса на камень. Встретились опыты молодости. По-моему, Тинси эту игру отпускать не будут. Но у них плюс мораль после прошлого матча невероятная. Не могут выиграть Инвейджин и Спорт. У них герои, которые позволяют выиграть любую игру. Фантом Ланцер один чего стоит. И Фантом Ланцер в миде. У которого Крипстат практически топ на карте. Но своего мидера он опережает. Плюс сделал неоднократно фраг у нас на миде. У снайпера дела не так хорошо, как у ПЛ. А по Нетворцу давайте глянем. ПЛ на первом месте. 3-700 у Фантом Ланцера. У снайпера 2-300. Просто в щи вообще развалили. Гнот же здесь разваливается. Через Праймал Сплит забрали его. Ну и Сэмэйдж гонит отсюда Винго. Сэмэйдж никуда вообще не уходит. Четвертый левел. Крепкий. Можно драться. Хотя на ХП, конечно, маловато. У него ХП. Суник Вейв. Будет ли подхил? Сэмэйдж нет. Наверное, не выживет. Умирает здесь Андайенк. Умирает Вайпер. Ну и бежать отсюда Сэйвен. Бежать отсюда Эйю. В это время ПЛ. Фарм уже на топе. Он снайпера будет по всей карте гонять. Снайперу некуда будет деться. WTF просто бомжует. Фейсбуцы и Рейсбэнд. Хотел развести на Доппергангер, как я понимаю. Но ПЛ не из тех. Наверное, прокликал, что необходимо. И просто ждал, когда полетит. Выстрел. Тихий классно играет. Эйю в прошлой игре мне больше понравился. В принципе, на Коргероя. Сейчас он играет на Дазли. Но на Мипо он просто божил. Это было очень классно. Играл слишком хорошо, чтобы быть правдой. Чтобы играть за коллектив такого уровня. Потому что ТНС, ну, не сказать, что прям совсем неизвестный. Малоизвестный коллектив. Молодой, малоизвестный коллектив. Тихий на мид. Иллюзии имеются. Крипы имеются. Ну что, драка пошла в лесу команды Инвейджин. Зацепили Дазла. Под Грейвом. Бежать отсюда ТП нет. Зато есть 5 зарядов в Мэджик Вонде. Перед смертью поставил Вард. И все, и ушел отсюда. Где ПЛ? Тихий уходит отсюда. Не хочет ни с кем сражаться. Поймали у нас Тихий. ТП аут как можно быстрее. И сделает. Все провязали. Сразу же сбить ТП нечем. ПЛ уходит под собственный Тауэр. Хилится. И вернется в файт. 2-0-0. 46 на 12. Первый Нетворс на карте. 40... 43 сотни у нас заработал уже Тихий. И у Квиннов Пейн 3-900. Общий Нетворс. Ну и Снайпер 3-100 понемногу выравнивает свои дела. Но тоже на 1200 по-прежнему отстает у нас от Фантом Лансер. На ранних левелах для Снайпера это полный провал. ПЛ дальше будет фармить как чокнутый гораздо быстрее, чем Снайпер. При любом раскладе вообще загнобят ПЛ, не загнобят. Ну, это уже такое дело. Но если дать хотя бы равные или даже в пользу Снайпера условия, ПЛ перефармливает Снайпера без вопросов. Ну вот же немножко до Мекки осталось. Аквила есть, ПТ есть. Гёст отхватывает. Здесь скоро заставят Праймал Сплит провязать просто так вообще. Без ситуации как таковой. Сэм Эйдж. 15 на 4. Ну вот по Крипстату, конечно, у Андаинга проблемы. Третье снизу место. 0-1 идет Андаинга. Кто же здесь фармил тогда? Неужели Вич Доктор? 3 на 0 ВД. Дазл здесь был. Нет. Так кто фармил тогда на топе? Не очень понимаю. Там кто Квапул загонял. Как так получилось? Проседает по ХП Гноджи. Все, перемерз у нас Вайпер. Вайпер должен умирать. Ульта пошла от Снайпера и Брюмастер договаривает Вайпера. А ДТР? От иллюзий Ланцер рассыпается. Севен на лоу ХП. Иллюзии еще стоят. Под игривом отсюда уходят. Где ПЛ в это время? В Витрах отлетал у нас в финал драки ПЛ. 6-5. 5 в 2 разменялись. О, 1 в 2 точнее разменялись. Убили игроки команды Инвайжен Вайпера. Ну и отдали. Ancient Operation и отдали Вингу. Роджи в это время все-таки добивает. У нас Вич Доктора пытался по тихому ВД отправиться на собственный Тауэр. Отправили немножко побыстрее и не по своей воле. Тихи за Роджи. Копье в спину. Роджи бежать отсюда. Один заряд всего лишь в Ботли. Есть, но и здесь. Маджик Уонд в 1. Наверное, не по шансам драться против Фантом Лансера. Просто спамит. Просто спамит нон-стоп. 9 секунд до... 9 секунд здесь до блинка. В общем-то, можно. А сколько здесь КД? 7 секунд. Теперь Винга. Вот Винга, по-моему, это не Квапа. Винга вряд ли здесь выживает. Адетера поймали очень быстро. Убивают Адетера. Даже не надо особенно что-то выдумывать. И Энши Топорейшн у нас погибает. Забирает его кто? Кто-кто-кто? Кто-кто-кто? Да непонятно кто. Ладно, без разницы вообще. Т1 на топе команды Инвейджин. Падает. Ну и забирают его. Вайпер. Есть уже Мека. Еще и 900 сверху. Ну это на Пауэр Трэдс или на Фейсбутс. Что там себе Вайпер придумает. У Тихи 2.100 на руках. Начальные артефакты закончились. В принципе, больше нечего выдумывать по низкобюджетным вещам. Выходит у нас в диффуза. Есть два Блэйта Фалакрити у Пээла. Ну и все. Там немного до диффузов. Там 1200. Это в принципе немного. При количестве фарма, который Тихи отдают. При удачных драках 3.0. Там все должно быть в порядке у Пээла. 5.500 Гноджи. 6.300. Да, 6.250. Фантом Лансер. 5.500. Дальше идет Квапа. Ну у нее вообще непонятно по артефактам где что. Правда 2000 есть на руках. Ну и дальше уже 4.500. У W. Тифан. Ну тут вообще несчастные артефакты. На 14 минуте Мом и Фейзы на снайпере, который стоял на миде. Это проблема. Тихи поймали. Доппель Гангер. Успеет ли провязать? Успевает провязать. И выйдет у нас ульту аппарата. Уходит отсюда Тихи. Даззл здесь. Даззла пытаются зацепить. И Даззл скорее всего зацепит. Хотя отлетать еще будет долго. И Грейв есть. Не должен Пээл уходить. Возвращается назад Тихи. Пошрапнели топает. Беги же отсюда Тихи. Клэп. Отъезжает у нас Пээл. Вингу забрали. Забрали Витч Доктора. Забрали Фантом Лансера. Вот это ошибка. Тихи у нас по-моему прошлую игру за Клинца играл, если не ошибаюсь. Да, так и было. И он всю игру фидил. Весь лейт постоянно фидил. У него какая-то авантюра в голове происходит. Он ее начинает реализовывать на практике. Идет и отдается. И там нормально нафармленный Клинц, который выносил в соло одного-двух саппортов за секунду вообще. Там Дизоль был. Там был Дейдалус. И тем не менее, на пятерых нон-стоп выходил, при том, что им владел информацией, что есть гем. Но здесь та же история повторяется. Заберут ли? Забирают у нас WTIF, а Киллинг Спрей для Вайпера. Мека есть. Можно попробовать спушить Тауэр. Уже Пээл возродился. Лети же к своим друзьям. Нет, Пээл идет на топ. На топ и будет гнать отсюда Роджи. Или просто фармить. Мы это сейчас увидим. ДТР. 500 хп всего. Держаться надо как можно дальше. Вайпер Страйк есть. Остается 7 секунд до КД. Тамбу ставят, но это на всякий случай. Врывается у нас Гёст. Тамба стоит тоже. За Гёстом очень серьезная армия Праймал Сплит. Еще 50 секунд не будет Праймал Сплита. Куда ты пришел, Гёст? Поверил в себя. Чего делать не надо было. Ну, конечно, по факту, по современной философии, конечно, надо было. Но не в этой ситуации. Поверил в себя. Отправился под фонтан. 30 секунд Брю Мастера мы с вами не увидим. Но Даггер есть. Почему бы не ворваться? Подумал Брю. Даггер есть. Почему бы в таверну не отправиться? Подумала команда ТНС. Виталити Бустер у Сэм Мэйдж появляется. Готовится выход в Ангвард. Дальше, я думаю, в принципе, и Кримзон Гвард от Андайенга не лишним будет. Дэмэдж... Ну, не сказать, что руками. Тут, в принципе, комбинированный дэмэдж от команды ТНС. Ой, от команды Инвэйжен. ТНС в Лейте будет руками и только руками бить, я думаю. Да, как таковой дэмэдж какой-то магического нет. Физуха у всех. И у... Ну, и у всех, и у всех. Подумал о Витч Докторе, ну и Дэзвард тоже бьет физдэмэджем, поэтому Инвэйжен, конечно, лучше бы обезопасить себя от дэмэджа. Кираса обязательно вообще здесь должна быть. Праймал Сплит провязал у нас Брюмастер. Гонит под собственный Тауэр Гноджи. Мекка есть, но пока даже не юзает ее. Ну, здесь можно и Брюмастер развалить. Ульта от Снайпера. Нет, не пошла еще. Нет, еще не пошла. Ульта будет от Снайпера сейчас. Грейв. Нагноджи. Мекку провязал. Да уйди со Шрапнели. Уйди со Шрап... По Шрапнели у нас Вайпер ходил, но, видимо, понял, что никто его не отпустит. Ну и ульта аппарата уже в никуда. Сэмэдж уже здесь. В это время Вингу заковырял на стихии. Улетает отсюда Снайпер под собственный Тауэр. Значит, надо забирать Тауэр команде Тинси 12-11. Всего лишь 18-ая минута у нас идет. И уже 23 фрага на карте. По золоту Тинси 3000. По Экспириенсу в ноль. 7400 заработал Фантом Лансер. 7000 у Вайпера. Что делать с Инвейженом? Тут скоро такое будет. Стадо огромное, которое Инвейжен просто не вывезут. Тут и Фантом Лансер, и Тамба от Андаинга. И кто-то еще, мне казался, во многом числе. Вайпер. Выходит у нас в Аганим. Ладно, здесь One Man Army, один Фантом Лансер. Чего стоит? Диффуза уже должны быть готовы. Да, диффуза уже есть. Тихии надо просто принести диффуза себе. Курьер близко. Все. Фуловый. ДД для Тихии. Бери диффуза, иди разноси команду Инвейжен в щепке. Здесь один удачный файт. Можно всю линию будет снести. У Андаинга. До сих пор не вкачана ульта. И не знаю, будет ли вообще вкачана. Отправляется у нас Эйю. Куда? На мид. Решили драться на миде. Снайпера просто нужно зацепить. Снайпер пытается отсюда уйти. Наверное, доковыряют его. Да. Через Дазла, через Шадоу Вейв. Убивают снайпера. Ну и Денает Тауэр. Наверное, не зря все-таки прилетели. Так. У нас проседает по ХП ВИЧ Доктор. Под там бой бегают. Клопа отсюда уходят. Ползут. Ползут, ползут. Мумии. Ну это, в принципе, все несерьезно. У Гёста 12 секунд до Праймал Сплита. Хватит ли сил? Ну, Праймал Сплита уже, как я понимаю, не будет. Маны не хватает. Но сейчас, сейчас, сейчас. 4 секунды. Наверное, Гёст все-таки отсюда уйдет через Праймал Сплит. Просто так не отпустят. Надо бежать. Ланс. Ну и все. Праймал Сплит на последний ХП. Гонят от ДТРа. Через диффуза. ДТР сгорел, я думаю. Квапа разоралась в Тихи. Но это все ненадолго. Роджи отсюда уходит. Бегают панды. Летает в ветрах Дазл. Но Дазл, наверное, самая сладкая цель. И его в ветра отправил Брюмастер. Лоу ХП полнейший у нас у Брюмастера. Если сюда ворваться, будут проблемы. Тихи. И выйдет что-то там и живет. Ну что, есть ли Грейв, кстати? Нет, маны нет на Грейв. Тихи живой. Дезвард. По-по-по. Да ни по ком, собственно. Дезвард. Ну все, подхилились. Подхилились. Мека где там? Скоро ли придет сюда вообще вайпер? Нет, вайпер в это время топ подпушил. Половину тавера снес. Здесь Т1 падает. По-моему, инвейджин посыпались. И посыпались с полнейшим треском. Сэмэйдж. Фулловый Тихи. Практически фулловый. С ДД. Расковырял тавер. Отсюда уходит. 1600 на руках у Фантом Лансера. Бедняги инвейджин. Они просто в панике. 3000 долларов выскользает из рук. Что делать? Как справиться с данной ситуацией? Тут скоро центр реабилитации надо будет открывать какой-то. Потому что так плотно, как тараканы ползут. Бедняги. Так плотно, как инвейджин наказывает команда ТНС. А это действительно сенсационный мув от ТНС. Но никто на них не ставил. То есть букмекеры даже их не считали за команду. Там процент, конечно, небольшой на инвейджин. То есть не там 92 на 8. Но все равно. И опять же, это все для того, чтобы ставки были. Хотя бы на одну и на другую команду. Букмекерам тоже доверять. В принципе, это не стопроцентная теоретическая инфа. Ставки выравниваются, чтобы была возможность подумать, что есть некая интрига. Ульту ловит у нас Дазл. И отваливается. Одну ульту, вторую ульту. Роджи на Квапе забирает. Шестой фраг для себя. Гоним у Квапе. Имеется 1700 на руках. Ну и 6-0-3. Роджи круто себя чувствует. Но, наверное, не круче, чем Тихи себя будет чувствовать. Минут через 10-15. В курьере уже летит Яша для ПЛА. ПТ на силу. Яша, Диффуза, Боттл, Пурманшилд и Ринго Факвилла. Фантом-ланцер затарен великолепно. Для 21 минуты все хорошо. Дальше динамика гораздо мощнее будет. И скорость фарма повысится. Да и все, что только можно повыситься. Квапа выходит на первое место по Нетворсу. Делит его, в принципе, с Фантом-ланцером. 9000 у Гноджи. Ну и 7200 уже дальше у Снайпера. Андайинг, наконец-то, в пятерку лучших вошел. Кримзонгвард. Да, да, все-таки Кримзонгвард. Баклер есть. Есть рецепт, точнее, на Баклер. Ну и до самого Баклера 20 копеек. Ух, серьезная катка какая. 2000 по золоту ТНС по Экспириенсу Инвейджен. Выигрывают 1000 с копейками. У Снайпера появляется Мэл Стром. WTF у нас собрался против иллюзий Снайпера. Я думаю, чуть-чуть больше артефактов Фантом-ланцера. Он просто эти молнии не почувствует. Ни с собой, ни иллюзиями. Да, иллюзии дэмэджа огребают нормально. Там, пока эти молнии по всем пройдут, можно будет 2-3 удара нанести. Каждая из иллюзий. А это минус мана, это минус хп, это минус мораль, в конце концов. 23 минуты позади. 2000 ТНС, ну, по Экспириенсу то же самое. Ничего не поменялось. Ну что, драка пошла у нас в лесу команды ТНС. Севен под Грейвом. Ульта дальше в СМЭйдж. Стоит Тамба, Тамбу не бьют. Томбстоун от ДТР очень сильно замедлен. Иллюзии ланцера. Ну и все. Убили ланцера, убили Вингу. Геоста можно ловить. А как вообще он сделал блинкаут, если Позен Тач поймал? Я, честно говоря, не очень понял. Неужели там дэмэдж не нанесся? Гоня дальше Брюмастера. Ланц в спину, все. Геоста отсюда не уходит. Хватит ли силы? Нет, не хватило. Толстоватый у нас Брюмастер. Брюмастер отваливается под Тауэр своим ходом. Ну, в это время Т2, я так понимаю, команда ТНС решила забирать. От Витч Доктора. Все, Витч Доктор уже здесь. Мека. Правда в КД, но БКБ имеется у Вайпера. Подхил, в принципе, есть от Витч Доктора. Маны тоже нормально. Урна есть. Ульта аппарата. Втихи нет. Нет, да. Да, все-таки залетает. Втихи не получилось заивейдить, но попытка была неплохая. Тауэр догорел. Где-то остается треть, наверное. ХП может быть даже меньше. Сейчас будет Мека, и можно с новыми силами отправляться под Т2. У Фантом Лансера. 2200 сверху. Я думаю, есть смысл прикупить Владмир. У нас Тихий. Или сразу идти в Тараску. Что вообще себе Пейл думать? Или же это будет Манта Стайл, а потом уже все остальное? Ну, проблема в том, что Манта Стайл, и в частности Иллюзии, сносятся криком Квапы. У нее есть Аганим, и Аганим исключительно под эту цель. Что поймали у нас Сэмэйджа. Еще и Томп Стоун заковыряли. Молодцы. В Соло убили Андаинга. Никакие Инвейджин отвечают. Пускай одиночными фрагами, но это лучше, чем огребать втроем-вчетвером. По золоту ТНС в ноль скатывается. По Экспириенсу Инвейджин 2000. Неужели Инвейджин все-таки на опыте отыграют здесь и смогут наказать ТНС? Просто агрессивный и очень неагрессивный пик, и агрессивную игру команды ТНС. Неужели получится? Тут уже начинают появляться нормальные артефакты у Пейла. У Пейла все-таки не Манта Стайл, а с Энжин Яша появляется. Пейл решил выживать в любой. В любой непонятной ситуации выживай. Решает для себя Пейл. Ну что, команда Инвейджин. Собиралась выйти на Т2. А ДТР ловит каски. Будут ли еще? Да, еще одни каски. Маледикт на нем, а ДТР здесь умирает. Сто процентно. Тихие. Заставил сразу двух игроков команды Инвейджин отправиться под собственный тавер. Здесь опять же не кто-то там. Здесь снайпер. И здесь Гёс на Брюмастере. Самый толстый и самый дамажащий игрок. И они испугались снайпера и бежать оттуда как можно быстрее. Понятно, что там сзади еще были ребята. Можно было и от них отгрести. Прекрасно это видела Венга. Инфа была. Но почему в соло не попытаться Пейла? Ну, с другой стороны, Пейл Манси. Так что попробуй еще что-то придумай. Рассказать ему. Фантом Ланцер. Тысяча по золоту после Сенжин Яши. Даже не успевает Урсак Лэпнуть. Очень быстро разбираются крипы у нас во вражеском лесу. Фантом Ланцер. Ну, на втором месте. Там с Клопой немножко совсем разница. Я думаю... Да, уже выходит на первое место Пейл. Но это все, в принципе, относительно. Угноджи БКБ. Угноджи Мека. Рид Гофаквила 1200 сверху. Пора выходить в Аганим. Ну и все. В принципе, кор-героев-то больше и нет. Кримзон Гвард, правда, есть у Андайинга. Тоже стоит обратить на это внимание. Со стороны команды Инвейджин. У Брюмастера. До Даггера еще 2300. У Снайпера. Мел Стром, Яша, Мом и Фазы. 1800 на руках у Квапы. Квапы с Шива после Аганима. 6-0. По-прежнему Роджи. Ну и по фарму. Делит первое место. Первое-второе с... Фантом Ланцером. У Эншент Оперейшена появляется уже Пойнт Бустер. Это все благодаря Медасу. Ну, конечно, и Огр Клаб. Еще осталось с 1900 до Аганима. Ну и Венга. Венга Бедняга 0.79. Что вообще у Детера может появиться? Тут с одного копья рассыпается у нас Венжи Фулл Спирит. Не знаю, ребята. Ставить на Инвейджин 100 долларов. Хотели Изи Бризи. Теперь... Теперь действительно золото... Золото уже закомментировался. Теперь денежки могут и прогореть, потому что тут в пике Фантом Ланцер. Этот Фантом Ланцер совсем не загнобленный. 6-1-4. 160 крипов. По артефактам все необходимое имеется. 2-200 на руках после Сен-Жин-Яши. Формить тут по 1000 голды в минуту. Пэйл теперь... Кстати, по сколько? Ну, 480, да. По 500 в минуту. То есть 1000 голды за 2 минуты. Ну, дофига. Все, пошел в Башер. В Башер пошел у нас Пэйл. Авантюрная, конечно. Но тоже вполне может быть. Ну что, есть Инвиз у Пэйла. Чекает, проверяет ситуацию. Но на Рошане все. Вся команда Инвейджин. Только увидит, сразу пойдет на аппаратов. Ну, надо бы пойти на аппаратов. Что тихить? Что ж такое? Ай-яй-яй-яй-яй. Не пошел на стихи на Ancient Operation. И, по-моему, совсем зря. С другой стороны, не было ТП. Как оттуда уходить, тоже толком не ясно. И стоил ли аппарат. Таких рисков, наверное, нет. 16-й левел у Пэйла. Айгис забирает Роджина в Вノ в Пэйн. 1600. И тут даже уже 1700-1800 будет. После этой пачки. Это все после Аганимма, после Шива с Гвард. Ну и Брюмастер у нас. Немного совсем остается. Остается 1100. Ну, даже, наверное, просто 1000 до Аганимма. Это после даггера, после фейсбутс. Тысяча по золоту для икса остается до аганима. Сразу три игрока команды Инвейшн во вражеском лесу. Будет ли встреча? Или так и останутся? Друг у друга за спиной игроки обеих команд. Сейчас посмотрим. А ДТР блочит спауны, пытается отрезать фарм. У ТНС вообще мало маны, у Квинов Пейнт, у здесь Аэгис. Много-мало, все равно вообще. Если Квапа умирает, встает и кастует все, что необходимо. Ну а же, просто через пользу на атаку, никакого вайперстрайка. Квапа отсюда уходит, уходит хилить ману. Все, повыкладывал Роджи. Ну, нормально, как в серьезной профессиональной доте. Как будто. Да, чувак, я понимаю твою боль. Сто баксов залить на Инвейшн, и они каким-то ноунейм ребятам проигрывают. У нас такая тут вечеринка. Ничего не предсказуемого в азиатской доте уже давным-давно нет. Поэтому, поэтому, ну что я могу сказать? Как говорят мамы, как говорят бабушки, в другой раз умнее будешь. Или в следующий раз будешь думать. Вообще слабо верю, конечно, что сто баксов у кого-то хватит ума ставить на азиатский дивизион ГГЕСТа. Тут фактически твоя ставка половина призового фонда вообще для всех команд. Ребятам бы отдал, он заплатил бы команде Инвейшн 100 долларов, они бы за 100 долларов ТНС минуты за 4 разорвали бы по всем фронтам. Ну, а теперь, теперь льются. Мне кажется, у ТНС больше шансов на победу, потому что все-таки, все-таки ПЛ. Вот, вот оно, вот оно что. ПЛ, от 200 после башера. Сейчас появляется Абисал и что Квиннов Пейн делает, я, честно говоря, не знаю. Что вообще ей возможно сделать? Здесь появляется Абисал и в соло Брюмастер. Не успевает Праймал Сприт провязать вообще. Я уже молчу о дичайшем дэмэдже, который вносится от ПЛ. Я так понимаю, решили подзабить на стандартную сборку. Но вообще команда ТНС по стандарту не играет. У них все, все какое-то вроде бы обычное, а вроде с каким-то преподвывертом. То есть, где-то что-то по-своему додумывают. То есть, пики вроде обычные, но в своей трактовке. Иначе расстановка. ПЛ на мид. Кто вообще такое видел, когда? ПЛ на мид в соло без саппорта, без никого. А у кого там гем? Гем у Фантом Лансера. Против кого, кстати, гем? Вардить-де-вардить, как я понимаю? Ну да, собственно, инвиза ни у кого нет. Ни у кого. Теперь у Фантома Лансера инвиз. Тихий будет ли в соло на снайпера? Ну а почему бы нет? Почему бы нет? Что происходит со снайпером? Еле-еле снайпер отсюда бежит. Моментально снайпер разваливается. Это еще повезло ему убежать на два шага. ПЛ не доковырял его и башни прошел. Да. Проблемы у команды инвейджин. Сто процентные проблемы. Ульта аппарата летает в крипов. Аппарат у нас ульту, в принципе, может не жалеть. А гоним нормальное количество. Секунд кулдауна немного. Ну, тем не менее. Тем не менее. Пошла... Пошла вон отсюда квапа. Пошел Ланс у нас в квапу. И вообще погоня за Queen of Pain. Тихий не боится пока ничего, да? У него есть гем. Вроде бы нельзя его терять. Башни проходит. Ancient Operation отсюда улетает. Без запуска ульты, без ничего. Просто исчезает. Так, пошла ульта у нас от аппарата. Куда ты летишь, роднуля? Ульта аппарата пошла на нижний лейн. Опять все для фарма. Начни участвовать в игре уже. Спаси чуваку 100 баксов. Икс. Нет, икс, наверное, тоже. Ставил на ТНС. Ему... Ему это нравится. Знают, где Роджи. Поставили тамбу. Ну, здесь сквозь деревья Роджи уходит. В принципе, ТП есть, Шива есть. Блинк 5 секунд или 6 секунд КД. Бегать можно будет по всему лесу. Тамба стоит бесполезно и не достает у нас до... До Роджи. Вижена не имеется. Эй, Ю, ты куда? Ква подальше, под Тавер. Не хочет ни с кем встречаться Роджи. И его можно понять. Он на вражеской половине. Башер имеется. Просто начнешь ТП делать. Тебя расковыряют эти иллюзии Фантом Лансера вообще до основания. Ну, какой-то разброд и шатание со стороны команды Инвейджин. Как будто это они. Всего лишь 2 дня в профессиональной доте. А команда ТНС 2 интернешнала выиграла и 4 дота Айшен Чемпионшип. Причем подряд и за 1 неделю. То есть, в такой хорошей форме. Ну, бояться. Бояться Инвейджин. Когда ты номинальный лидер. Когда ты фаворит. Начинать проигрывать хотя бы немножко. Это уже серьезная дизмораль. А здесь они проигрывают, по-моему, ощутимо. Прошлая игра показала, что ТНС показывают новый уровень доты. Совершенно свежую доту, к которой Инвейджин просто не были готовы. Тут этот Нафталин в виде снайпера. В виде квапы. В виде брюмастера. Он уже все масты чертел давным-давно. И Фантом Ланцер. Относительно новый персонаж. И Индайн к ней часто заходит. Ну, и я уже молчу про Мипу. И тот же, тот же, тот же. Тот же Нейчерс Профит. Да, в первой игре он вообще был ни о чем. И во второй игре вполне уверенно Нейчерс Профит у нас отстоял. То есть, гибкий. Совершенно гибкий пик у команды ТНС. Ну, и сейчас непонятно, с какой стороны вообще к ним подойти. У Вайпера есть Мека. Здесь есть Сул Рип. У Индайнгов три вкачаны. Здесь есть Тамбас. Здесь есть Ульта. Все. Кримзон Гвард тоже имеется. Подхил у каждого и свой. И без того есть. У Виджи Доктора, понятное дело, своя хилка. У Даззла своя хилка. Фантом Ланцеру хилка не нужна. Он и так серьезный, здоровый. У Индайнга есть подхил. У Вайпера подхил самого себя есть. И себя, и команды. И это у всех. Из пяти героев, четыре героя хилят всю команду. Хилят или саппортят, или помогают как-то по броне. Там, по дефу физическому. Физическому еще по каким-то показателям. Появляется Аганимович Доктора. Врывается у нас Вайпер. Врывается от ДТР. ДТР бедняга восьмой раз уже у нас улетает. Лениво так Ноджи плюет у нас спину от ДТР. Надо попытаться загнать Роджи. Роджи сделал блинг. И по-моему Роджи приехал. Надо ставить Дезвар. Да, Роджи скорее всего рассыпается. Ланц туда же. Роджи не выживает. Где труп Квопы? И вот здесь, недалеко от места встречи. Но там действительно так встретили Квопу, что как будто взрывом ее отбросило. Очень плотно нахватался у нас по лицу Роджи. Тысячу голды дарит команде ТНС. И тысячу теряет команда Инвейджин. Ну и две тысячи по экспириенсу. ТНС начинают выходить вперед. Сейчас обновятся графики. И я думаю мы с вами вот где-то здесь на позиции одной тысячи увидим их. Ну крутотенюшка. Что сказать? Появляется Тараска для Фантом Лансера. 20-15. По золоту вроде бы все ровно. А по факту, что делать Инвейджин мне непонятно. Мейлс... Мьелнир есть у снайпера. Мьелнир на страже 100 баксов того чувака. Манта Стайл есть. Мом есть. Но под Момом влетит в тебя Фантом Лансер. Этот Мом выйдет просто боком. Тихий. Начинает ковырять Т3 на топе. Тамбу еще не оставили. Ульта пошла от Андайинга. Просто надо подойти. Будет Тамба. Ульта аппарата. Тихий не и выйдет. У Тихихи, кстати, нет никакого Эгиса. ДТР. Десятый раз. Нет. Девятый раз. Справляется в таверну. Гнорджи под БКБ. Под Кримзон Гвардом. Геост. Праймал Сплит еще не юзал. На лоу ХП. Иллюзия Лансера наваливает у нас Геосту. Всем селом бьют у нас Иллюзию. Фантом Лансер хоть и на лоу ХП, но отсюда уходит. Ну и Даззл уходит под свой фонтан. Уходит ТП-аут. Все нормально. Половину тава расковыряли. Да, потеряли, конечно, вайперы. Потеряли. Андайинга. Я сказал, все нормально перед этим. Ничего вообще не нормально. Команда ТНС нафидела. И вообще незачем было это делать. Но они решили так распорядиться своим постепенно создающимся преимуществом. В итоге остались, в принципе, на тех же позициях. Ну вот. Иллюзия, которая кучу дэмэджа отхватывает. Ну и эту иллюзию попробуй забери. Попробуй забери. С ножом в спине иллюзия. С двумя скримов пейнами иллюзия еле-еле рассыпается. Квапа с мьелниром. Снайпер с мьелниром. Боятся фантом лансера. И не зря боятся. Я тут сам сижу его побаиваюсь, честно говоря. Девятнадцать тысяч тихин оформил. За тридцать девять минут. Не так уж и много. Чуть более пятиста гпм. У снайпера. Три двести на руках. Второе место. Ну делится второе место у нас с Квапой. Дальше гноджи. Дальше большая пропасть. Я жду Сэмэйча. Который со стороны команды ТНС. Под смоками. Сразу пять игроков. Ульта пошла у Дазла. Видят АДТР. Ну нашли себе жертву. Роджи уходит отсюда. Ну и АДТР никуда не девается. Роджи надо отсюда бежать. Если ТП. Есть ТП на него. Вот только-только МП. У нас собиралось у Квапы. Ну все. Можно идти сносить Т2 на топлейне. Да. Далеко крипы. Я думаю можно было кого-то одного отослать. Заниматься крипами. Ладно. Давайте по шмоткам пробежимся у Пэйла. После Тараски 200 на руках. Почему? 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 Потому что Даггер прилетает у нас в Фантом Лансеру. Он в принципе ждем Абисал Блейд. Все остальное Фантом Лансеру уже интересовать не будет. Пэйл готов врываться. Готов догонять. Пассивка имеется. Имеется Даггер. Врывы будут нон-стоп. Смотрим на Квапу. Врыв на Квапу. Начали цеплять. Прошел баш Квапа. Еле-еле идет. Вайпер Страйк. Опять же на нее. Квапу развалили. Забрали только Эггис. Ну второй раз. Повторите. В чем проблема вообще? Роджи. Бедняга. Так сильно огреб в данном файте. Пошла покойня за Тихия. Вайпер Страйк. Квапу. Роджи. Пройдет ли баш? Квапа бежит. Пока что бежит. Квапа скорее всего догорит. 60. Ну да. Живет. Живет Квапа. В это время ДТР. Подошел подраться. Подрался. Фантом Лансер. Догоняет у нас Квапу. Через Даггер. Вот зачем нужен был Даггер. Надо разбираться с Queen of Pain. Выкупается у нас Даззл. В это время горит вниз команды ТНС. Нижний лайн здесь. Геост без Праймал Сплита. Но в принципе уверенный в себе здесь снайпер. Все. Развалили Т3. ПЛ пошел на перерез. Будет ловить. Как я понимаю. Ну хотя бы кого-то. Геста хотя бы поймать. Все. Видит куда полетел. Сейчас с Даггера туда к нему. И все. И доигрался у нас Геост. Геста рассыпается. Очень быстро. И очень. Очень печально для команды Invasion. Wicked Seek. Для. Тихие. Тут пацаны 100 долларов отрабатывают этого типа. Вообще. Как чокнуто. Invasion там уже на крысу пошли. ТНС сносить. Каких-то там ТНС. Invasion. Invasion. Что вообще происходит. 2.300 на руках у Тихи. Готовится выход в Абисал. Как я понимаю. Но есть смысл башер прогрейдить. Потому что понятно. Что тут шанс не такой уж и большой у башера. И как же удачно здесь кстати Undying заходит под Фантом Лансера. За счет Сол и Рипа здесь столько сносится ХП. С того на кого Сол и Рип проюзают из игроков команды соперника. Что вообще страшно представить. Ульта аппарата пошла. Никого не тронуло ульта аппарата. Можно заходить. Следующая пачка крипов. И нужна ли она вообще. Тихи врывается у нас на хайграунд. Том поставили. Кримзон Гвард проюзали. У Тихи есть. В принципе есть Тараска. Почему вообще? Можно не уходить отсюда. Ульта от СМХ. Просто появятся крипы и будет вообще с кем воевать. Снайпер пытается забрать Тамбу. Праймал Сплит проюзал у нас Брюмастер. Где в это время Тихи? Тихи в это время на W Тиф нападает. Дальше гонит Снайпера. Снайпер отсюда уходит. Праймал Сплит. Имеется куча иллюзий. Сол Рип. Тихи. Фантом Лансер. Две секунды до Допергангера. Уже Севен близко. Дезвард. Дезвард с Аганимом. Сразу же Севену Дезвард сбивают. Ульта от Аппарата. В никуда. В принципе Тихи живой. Снайпера убили. Дальше пошли за Иксом. Икс должен умирать. И Роджи должен умирать. Ну, скорее умрет Икс. Роджи отсюда уходит. В это время Герст у нас разваливается. Поизен Тач туда на дорожку. Один удар от Тихи. Гадлайк для Фантом Лансера. Минус 4. Квапа. Ничего в Соло не сделает. Мьолнирам и Шива Сгвард. Тут против пятерых человек ничего не сделаешь. Практически Тим Вайп. Сразу на Т4. Не надо даже думать про этот Т2. Он никому вообще не интересен. Все, на Т4 пошли ТНС. Вот это сенсационный матчик. Вот это развитие событий. Я думал тухляк какой-то в этом турнире. Ничего подобного. ТНС отправляют команду Invasion, как я понимаю, в никуда. Они будут сражаться за умопомрачительную сумму денег. 3000 долларов. Я просто представляю, как Invasion после игры идут. Садятся в темную комнату и сидят, успокаивают себя. Что, ну, не 3000 долларов. Тоже мне деньги. Подумаешь, подумаешь. Ну что, горит Трон. Горит Трон. Invasion не знают, чем отвечать вообще. А ДТР умирает в 158 раз. Гёст. Разваливается. Праймал Сплит провязал. Тихие бежит отсюда. Сэвите кто-то. Тихие. Умирает Фантом Лансер. У трона половина ХП. Погнали с Эмейджа. Ну и Гноджи здесь заковыряли. Где в это время был Вич Доктор? Трипл килл от Роджи. Что по байбэкам? Все должно быть в порядке у команды ТНС по байбэкам. Правда, нет у Гноджи байбэка. Ну, тут, в принципе, у Сэвена есть. Есть у... Сэм Мэйдж. Есть у Тихи байбэк. Успеют ли вообще игроки команды Invasion по миду дойти до... Да успеют. На топ. Полетела ульта аппарата. Просто избавиться от пачки крипов и сразу же с крипами заходить. Фух. Вот это игруля у нас. Роджи сразу на хайграунд. Заставлять кого-то байбэкаться. Какой-то дисбаланс уносить. Два саппорта всего лишь живы. Через 15 секунд появится Undying. 13. Даже меньше 10 секунд остается. У Вич Доктора появляется Даггер. На случай, если что-то пойдет не так, а что-то может пойти не так. Потому что игроки классные. Для лейты одного снайпера будет достаточно, чтобы всех убить по 4 раза. Падает мид. Ошибка под троном стоила мида команде ТНС. Так, ну что, ТНС. Дезвард полностью выкастовывает ульта от аппарата. ТНС отъезжает в таверну. За дефа лимит, можно сказать. Ринжевой барак потеряли, но в принципе задефали. ТОП сыпется. Ну и на миде здесь инвейжн. Фантом Лансер. 5 секунд до его появления. Будет ли Пейл что-то делать вообще здесь или полетит на базу? Возвращается Пейл в игру. Убили мид. И ТОП тоже подковыряли. ТОП тоже рассыпался, можно так сказать. А ДТР умирает в который раз? В 477 раз умирает у нас в Венжефул Спирит. 32-25. Где у нас дровка? Так, убили у нас снайпера еще здесь. По байбекам. У снайпера имеется, у Квин оф Пейн тоже имеется. Теперь ТНС побежали на Трон. Т4 нет, половина Трона. Надо попадать ультой аппарат уже сейчас. Там потом попробуй в куче их вообще собери. Все эти иллюзии тихие. Иллюзия отправляет, ульта пошла у Дазла. Байбек пошел от снайпера. Ульта аппарата. Не попадает ни по кому, в принципе, только СМЕЙЧ. СМЕЙЧ рассыпается. Праймал Сплит провязали. Можно пережидать Праймал Сплит и дальше драться. У Андаинга есть байбек. Так, выкупись и приди, подерись. Второй драки может уже не быть. Праймал Сплит сейчас закончится. Севен на лоу ХП и, по-моему, умирает. Севен у нас, да, через Клэп забрали его. Эй, йоу, здесь тихие. В это время забирает снайпера. На лоу ХП уходит отсюда Квин оф Пейн. Погнали. Дазла убили. А ДТР погибает тоже. Фантом Лансер без вопросов у нас забирает ДТР. Кстати, у Пейла появилась бабочка поверх всего. Бабочка вместо чего там? Что здесь было вообще? Вместо диффузов появляется бабочка Фантом Лансера. Выкупается Венга. Зачем? Зачем ты здесь нужна, Венга? Тебе? 16-й раз собирается ДТР у нас умирать. Говорит, я не могу. 15, нечетное число. У меня с нечетными числами очень сложные отношения. Прошел врыв в АДТР. Без диффузов. Тут и так заковыряют Венгу. Венга в этой игре уже, как я понимаю, не появится. В это время гоняют у нас Роджи. Даггера еще... Блинк еще 2 секунды. Все, Квапа отсюда на хайграунд. Еще один удар в Квапу. Квапа умирает. Квапа умирает. Байбек есть у Квапы. Герст улетает на хайграунд. Тихий. Гем лежит. Вообще никому не интересен гем. Фантом Лансер через Даггер за Иксом. Нет, наверное, не за Иксом. Ну, раскатят же. Раскатят сейчас Фантом Лансера. Пэл в Роджи. Роджи не проседает по мане. Даже удивительно. Как и почему Тихий под Грейвом. Под Грейвом старается отсюда уйти. Дезвард пошел. Дезвард сразу же сбивают у нас ветрами. Тихий отсюда уходит. Есть Тараска. Только Тараска отрегенит хотя бы половину. Я думаю, Пэл вернется в файт. Летает у нас в ветрах Сэмэйдж. Доминейтинг убили Вич Доктора. Цепляют здесь Андаинга. Нет, бросают своего тиммейта игроки команды ТНС. Просто боль в глазах Андаинга. Андаинга отсюда не уходит. 37-32 по золоту Инвейджин. 7,5 выигрывают. По Экспириенсу 10 с лишним Инвейджин выигрывают. И так, в принципе, серьезненько горит база команды ТНС. 4-300 на руках. Иди покупай что-то важное. Покупай Абисол Блейд, Фантом Ланцер. Делай что-нибудь. Тут надежда реально только на ПЛ. Вайпер уже не справляется. Даже с Керасой, даже со всем, что у него есть. У Андаинга на Кримзон Гвардии на Пайпе развитие остановилось. Никакого. Пускай Курьера. Тихие. 4-600 на руках у Тихии. Фантом Ланцер. Продай. Тут дрысню в виде Пауэр Трэд. Купи себе Бутсов Тревел, если пойдешь там кого-то убивать. Тут просто надо пропушить линию и лететь под Тауэр. Не под Тауэр, точнее, а под Трон все сносить. К собакам. Квин оф Пейн. После Аганима. Скади. Мьелнир. Шивас Гвард. Пауэр Трэдс. У Квапы. По Нетворсу все великолепно. 24 тысячи. Когда вообще Квапе давали столько нафармить? Откуда у женщины столько денег? Снайпер. 26 тысяч общий. Нетворс. Манта Стайл. Мьелнир. Баттерфляй. Сыр откуда-то завалялся еще у снайпера. Мом и Фейсбутса. У кого? Аэгис Аэгис. У Квин оф Пейн. Конечно, у кого же еще? Смоук. Адвенжи Фулл Спирит. Как раз под 17-ю смерть. 0-6-14. А ДТР вообще бьет все антирекорды, по-моему, в мире. Он тут умер. Ну, половина фрагов. Половина фрагов вообще. А, нет-нет-нет. Половина фрагов. Которая сделала команда Инвейджин. А ДТР столько же, ну, в два раза меньше, чем вообще убила. Команда Инвейджин в целом умер. А это действительно много для одного героя. Но 16 смертей при ноле фрагов, при там минимуме ассистов. Это, конечно, провал. Ну и голая Венга. Без ничего. Фейсбутс 2000. Венга просто рассыпается от одного копья ланцера. 5200 у ПЛа. Покупай рапиру вообще. Продавай Сэнжин Яшу. Покупай рапиру. Пусть парень 100 долларов проиграет не зря. Ну же. Хоть будет что рассказать потом. Ну, утихи 6000. На руках 6000. Что здесь по артефактам? Вы, в принципе, все видите. У всех всего очень много. Тех, у кого должны быть вещи, вещи имеются. У Брюмастера до сих пор нет, правда, Керасы. Зато имеется Трисман оф Эвейджин. Что ты этим хочешь доказать, Брюмастер? Ну, непонятно. То в Алибарду, то в Керасу. Куда у нас Брю вообще собирается? У Вайпера Керасы есть. Есть Аганим, БКБ, 5-секундный. Ну, и 1400 на руках у Гноджи. Кстати, по байбекам. Идут пушить, по-моему, игроки команды Инвейшн. Байбек есть только у ПЛа и только у Гёста. Всех остальных либо много денег, а для Дазла и для Витч Доктора 400 с копейками это действительно много, либо кулдаун. Ну, Гёста ловят. Ловят, ловят. Баш, правда, не проходит. Еще один удар и пройдет баш. Праймал Сплит ты можешь и не проюзать. Праймал Сплит проюзал. И сразу бежать отсюда Фантом Ланцер. Просто развели на Праймал Сплит. Ребята, гоу пушить. Я его на Праймал Сплит развел. Крик из Таверны. В кого у нас Вайпер Страйк? Просто уже в Крипов или... Наверное, в Квапу был проюзан Вайпер Страйк. И уходит отсюда на блинке Квапа. Ancient Operation. Уже даже Ancient Operation наделся как король вообще. Hand of Midas. Такие же золотые тапки туда. Туда Форс Став. Скипетр, скипетр, скипетр. Палка, скипетр. Всего куча. У нас Ancient Operation главный вообще парень на этой пати. Ну, венга роскошная. Венги Брасер и Фейсбутс. Ну, здесь Magic Wand. Прошу не забывать. Хо-хо. И 2500 на руках. У Снайпера 4800 на руках. После Мьолнира. После Манта Стайла и Баттерфляя. Ну, три серьезных артефакта. Здесь у Фантом Лансера... Ну, четыре серьезных артефакта для ПЛа. Ну, Даггер тоже лишним не будет. В принципе, а что он выбросил? Ну, собственно, куда МКБ это? МКБ вместо Башера. А где Башер? Продается, да? ПЛа продан Башер. И сделана покупка... Манки Кинг Бар. Хорошо. Тоже, в принципе, есть шанс сбить... ТП любому из героев. Поэтому, наверное, получше. А дэмэджи дает намного больше, чем тот же Башер. Но эта игра превращается в матч одного файта. 57-ая минута у нас... Уже. Одна удачно сыгранная... Точнее, одна удачно проведенная драка. И будет снесен трон одной или другой команды. Я думаю, даже Т3 не интересует команду Invasion. Хотя они тут подпушили. Надо просто снести один барак. И тут будут мега-крипы. Можно засуицидиться в этот барак. Засуицидиться. И тут Венга говорит, ой, а можно еще как-то разве? Не суицидиться. Я думаю, других вариантов вообще нет. Венга, конечно, несчастная. 36 смертей. Это будет больше драк, будет больше смертей. Роджи, уходит ли отсюда? Уходит Клопа. Да, уходит и выхиливается. На 50 хп уходит у нас Клопа. Мега-кил пошел для Геоста. Разорвали Undying'а. Тихи. Очень сильно засловили. Но, в принципе, живой. Да, Деристы с пандами. Это обычные панды. Просто бей. Че так сильно медленно бегает у нас Фантом Лансер? Тихи. Пошел гонять у нас земляную панду. Не сбивает ей даггер. Нет, панда отсюда уходит. Брюмастер убегает на даггере. Геост ловит копье в спину. Тихи. Пошел наваливать у нас Геосту. Сюда же Севен. Клэп не успевает до Севена дойти. Инвейджин, по-моему, теряет своего Брюмастера. Так и есть. Есть байбэк у Брюмастера. Ну и хорошо, и делай его. 105 секунд не будет Брюмастера. В это время просто надо спушить один барак команде Инвейджин. Ротги отсюда не уйдет. У него есть Бутс оф Тревел. Пейл тоже в соло особенно ничего не сделает. Пейлу, кстати, надо купить Бутс оф Тревел. Это же просто стыд какой-то. На 58-й минуте Фантом Лансер без бот. Зато зеленые ноги. Купил себе Бутс оф Тревел. Даже у Вайпера есть даггер. Всех есть даггер. Все закупили все, что необходимо. Давайте глянем. К 30 тысячам приближается Фантом Лансер. Совсем немножко. Да, Бутс оф Тревел, наконец-то. Пейл по сезону оделся. У Квапы. 3 500 на руках. Вот эта подруга знает толк в шмотках. Бутс оф Тревел сразу были у Квапы. Тут она в старой коллекции ходить не собиралась. Тем более такое-то время. 59 минут. Уже почти час сыгран. Команда Инвейджин ближе, я думаю, к победе. Несмотря на наличие Фантом Лансера. Ой, Винга, Винга, бедняжечка. Даже не трогает Вингу. Нет, трогает. Трогает. Дальше пошел. Дальше за W-тифом. Икса цепляет. Тихий сейчас в соло всех расковыряет вообще. Квапа пошла у нас за ПЛ-ом. Ну и сильно Квапа наваливает. Сильно. За Ивейдил у нас Фантом Лансер, кстати, ульту что снайпера, то есть как снайпера, так и Квапы. Тихий под пайпом. Соло рип в него. Все, закончилась ульта действия ульты аппарата. Аппарат 19 секунд без ульты. Трон за это время, наверное, упадет. Только-только хотел начервить против ТНС. И вот они все вместе. Готовы. Возвращается в игру Винга. Вот сейчас бедная команда ТНС. Винга будет умирать 20-й раз. И от жалости половина команды ТНС рассыпется. Что, где ПЛ? Где ПЛ? Ничего больше не интересно. ПЛ летает в ветрах. СМЭйдж здесь. Ходит, в принципе, без дела. Родги. Половину ХП. Слили ему. Гноджина. Лоу ХП. Аппарат куда улетел? Аппарат улетел на вражеский тавер просто, чтобы запустить ульту. Пытается сделать размен тронами. И, по-моему, размен тронами получится. ПЛ. Где ПЛ? Вытягивает с хайграунда команду Инвейджин. Гонятся за Фантом Лансером. Ну, допельгангер делись. Убея ДТРа, в конце концов. Ну, и вот она ДТР. За всю боль. Просто стан. Просто стан в спинку. И вот вам ПЛ приехал. Топ-герой. Ну, что, стоит по-прежнему барак. 60 минут 30 секунд. Инвейджин. Все, кто мог выкупиться, выкупился. Кроме Квапы. Квапы 6000 на руках. Продай ты уже этот несчастный ботул и купи какую-нибудь приятную вещь. Например, тот же Хекс. Хоть как-то с ПЛ разбираться попроще будет. Кстати, не понимаю, почему до сих пор нет Хекса у Инвейджин. Квапа столько дерьмища собрала просто полнейшего. Два вагона навоза. И четыре фуры каких-нибудь отсыревших дров. Ну, просто ересь какая-то, а не артефакты. И не собрать Хекс против Фантом Лансера. Это, конечно, странненько немножко. Все, падает последний барак. Барак развалили. ПЛ надо просто бежать на вражеский Тауэр и что-то делать. Против мега-крипов не подерешься. Ну. Фантом Лансер. Что за несчастье такое? Ротга отсюда уходит. Ну, Инвейджин на опыте, я думаю, раскатит команду ТНС. Тут уже не по шансам. ПЛ где? ПЛ на Гёст у нас выходит. Гёст. Праймал Сплит успел. На последней секунде. Если не драться против Праймал Сплита, эти панды убивают трон. Надо просто бить панд. Нон-стоп. Бейте панд. Вообще, наплюйте на Красную Книгу. Бейте панд. Фантом Лансер. Здесь от мега-крипов. Это уже беда полнейш. Нет, не мега-крипы. Только-только идут. Вот они. Да, вот они. Вот они. Нет, это тоже не они. Вот они. Ух. Уроды какие. Витч-доктор. В это время Брю Мастера доковыряли. У Брю есть ли байбэк? Да, имеется. Имеется, имеется. ПЛ где ты вообще находишься? ПЛ теперь решил против крипов. Вместо того, чтобы пойти снести Тауэр, просто снести Трон. Фантом Лансер решил довести дело до мега-крипов, а дальше уже подраться посерьезно. Ульта от аппарата. Фантом Лансер без половины хп. Ну, это следующий заход команды Инвейшн. Квапа. Готова уже, в принципе, зайти. Денег, куча. Ворваться в файт в любой момент можно. Да и сама по себе ничего такая. У Снайпера тоже всего достаточно. Байбэк просто не делал Снайпер. Потому что не нужно Брю Мастера 6-100 на руках. Тут Брю может уже купить себе какую-нибудь рапиру или еще какую-нибудь ерунду. И в соло двоих-троих забрать. О, венга с дабл дэмэджем. 0,18,19. Зато дабл дэмэдж, ну, так посмотрите. 270 с руки у Венжи Фулл Спирит. Сюда вообще иди. Ждем. Андайн, сыпется по хп, это от крипов. Даже ничего не надо придумывать в команде Инвейшн. Они все уже придумали. И до них было все придумано. Сначала Айс Фрогом, ну, а потом тоже Айс Фрогом. Сносишь бараки и можешь спокойненько отдыхать. Пэл. Пытается что-то сделать. Пытается контрпуш по миду организовать. Ну, вроде бы и получается, конечно. А вроде можно все потерять абсолютно. Клифа у команды ТНС нет. У Инвейшн глиф имеется. Это драгоценные секунды, которые будут стоить вообще медлить. Команде ТНС нет смысла. Как только вместе соберется вся команда Инвейшн и пойдет на трон. Это сразу же проблема и сразу же провал для... Все. Ульту провязал аппарат. Ну, врывайся. Врывайся, что-то делай. Убивай пан. Делай хоть какие-то мувы. Какие иллюзии. Иди по фарме Иншентов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это серьезно? Нет, ты серьезно? Тихий слил прошлую катку. Я говорю про первую. Вот конкретно слил. Своим клинцом. Своей однорукой доты. Он слил первую игру. Я так понимаю, третья игра примерно по тому же сценарию. Тихий решил. Я буду властелином вообще этой доты. Мы закончим играть в доту, когда я решу. Ну, вот он, по-моему, решил. Он просто тратит драгоценные секунды на фарм каких-то там Эншентов, еще какой-то ерундистики. Покупать артефакты просто некуда. 25-ый левел. Зачем ПЛУ убивать крипов? Я не понимаю. Деньги теперь ни на что тратиться, кроме байбека не будут. Но на байбек можно будет потратить деньги всего один раз. И этот один раз уже оплачен для тихии. Деньги на это, собственно, потратились 4 минуты назад. То есть байбека 2.23 не будет. Зачем фарм 25-го левела? Ну как? Ну как это еще назвать? Что там будет? Продает. Сакрит Релик. Ну купи, 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 купи. Неужели, неужели, неужели? Да, все-таки в Абисал Блейд выходит у нас тихии. Думал, Рапира будет у нас. Вот Фантом Лансера нет. Абисал Блейд. Был же уже один Башер для тихии. А что теперь, кстати, он продал? Я не увидел. Сен-Жин-Яшу, по-моему. Да, бедовый, конечно, Фантом Лансер полностью. 19.3. Соберите кто-нибудь Владмер. Кто-нибудь вообще. Даззл без Владмера. Здесь без Владмера. Здесь, здесь. Да, Владмер есть у Вайпера. Ульта аппарата в тихии. Можно врываться. Можно врываться. Его 2 минуты не будет. Полторы, точнее, если его сейчас убить. Все, это будет конец игры сразу же. Главное, не расходиться. Команде Инвейджин. Гнот же начинает соло огребать от Родги. Хексу аппарата. Доигрались вообще. 67 минут. Тихий против Эншентов. А эти стоят садюги. Просто стоят, смотрят, как здесь зомби-апокалипсис на хайграунде команды TNC происходит. Причем зомби тут вообще играет последнюю роль в этом зомби-апокалипсисе. Апокалипсисе. Докомментировался. Тихий. Врыв пошел в Гёста. Абисал Блейд проюзан. Да, да, проюзал Абисал Блейд. Ну что, попытайся развалить его. Нет, тут мана есть на Праймал Сплит. Сейчас будет проюзан Праймал Сплит. Баш прошел. Сбивают, сбивают Аегис. Не дали проюзать Праймал Сплит. Дальше в Гёста можно пытаться ворваться. Ну, где Аквапа? Аквапа в это время с фронта у нас бьет Трон. Праймал Сплит проюзали. Ну что, доиграли с ТНС, по-моему, дождались вообще. Великолепной развязки. А ДТР бьет Трон. И, по-моему, если я не ошибаюсь, ДТР сделал коронный удар. Просто какой-то ужас. Во-первых, первая игра на Клинкце. Вторая игра на Фантом Лансере. Я, конечно, понимаю, что у парня все хорошо с руками, если он в этой команде. Но тихие. Зачем? 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 Позволять команде, которая фармила 65 минут, и которая все надежды на тебя возложила, так отдаваться на ровном месте, если можно было пойти и снести. Не гонять под товарами у нас Ancient Operation, а не под товарами, а под фонтаном. Не гонять у нас АДТР, который умирал просто от одного дуновения вообще. Ну, ладно. Уже горло подсело. Поздравляем команду Invasion. Ну, тут даже не поздравляем, а просто констатируем факт. Invasion выиграли у ТНС. Выиграли и проходят дальше по сетке. Сейчас вам покажу, собственно, куда они там проходят. По сетке они выходят... Так, Invasion выходят на победителя пары Ацис против Джигвард. Кто там выиграл, я, в принципе, не знаю. Но Invasion ждет еще одна проходная команда. Это 100%. Для Invasion так точно. У нее очень удачная сетка. Тут до полуфинала ни с кем серьезным она не встретится. Но я думаю, с Минески разве что или с ССВ где-то в полуфинале схлестнется. А так, в принципе, пока еще один проходной матч. Ну, хотя этот не был проходным. Invasion могли и рассыпаться. Ну, а там дальше что интересного? Yehome у нас будет играть с победителем 5-5 G7. Это будет завтра. Завтра будет и четвертьфинал. И 5-5 против G7 играют. По-моему, в 16 сет, если не ошибаюсь. Или в 15 или 16. Короче, расписание увидите в группе. Ну, и здесь в стриме. Посмотрите. Не забывайте подписываться там в группу ВК. Signature Arcanus. Ну, и победитель выйдет на победителя пары Yehome. И 5-5 или G7. Кто из них выйдет? Ну, и все. Тут уже крутые полуфиналы. И финалы. И хо-хо. 3000 долларов. Новый компьютер. Для менеджера одной из команды. Ну, или там, я не знаю, на... На 18 тысяч пар крутых китайских кроссовок. Все. Поздравляем. Invasion. Я с вами прощаюсь. Прощаюсь с вами до завтра. За расписанием следите. Все появится немножко позже в группе. Ну, и все. Будем следить за самыми интересными матчами. Ближайшие новости. А новости у нас крутые на повестке. Анонсируем чуть-чуть попозже. Не расходитесь далеко. Если какие-то пожелания, какие-то вопросы или просто хотите пообщаться, пишите в группу ВК. ВКонтакте, там, в принципе, я в администраторах на вопросы по возможности отвечу. Если, конечно, они не будут лишены смысла. Все. Счастливо. До завтра. У микрофона был друг. Это студия Игрокам ТВ. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok